Друзья, всем привет! В этом видео показываю вам отель, новотель Пальм 5 звезд, которые находятся в бухте Нама Бэй на второй линии. Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, смотрите видео, чтобы быть в курсе самой полезной информации, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. Погнали! Это у нас вход. Перед входом у нас площадка, где заезжают автобусы и другие автомобили для того, чтобы высадить здесь туристы. Так, ребят, вот мы зашли уже, в принципе, на территорию отеля. Где у нас ресепшн? Что-то мне не совсем понятно. Давайте найдем, где это место у нас. А ну, справа у нас что-то есть. Ага, вот он справа. Тут получается, как дворик такой вот перед ресепшном, чуть-чуть не совсем понятный. Ну, а справа вот наш ресепшн, там, где туристы регистрируют свое проживание. Смотрите, какая тут штуковина такая интересная. Кувшин большой-большой, огромный такой. Ну и пальмочки небольшие. Все так. Немножко атмосферно все выглядит. Давайте пойдем, пройдемся по территории. Посмотрим, как она выглядит. О, тут у нас по пути есть некоторая мебель. Стул. Ну, видно, что кое-где коцки есть. Ну, типа такого. Ну и на столе есть такое. Ну, в общем, видно. Не новая, не новая, ребят. Но, в принципе, нормально. Более-менее это еще неплохо. Хотя в других отелях я видел, конечно, и получше мебель в лучшем состоянии. Я не говорю, что это отель какого-то высокого уровня, но он где-то в такой вот средней цепочке. Имеется в виду, что это не эконом, но и не какой-то там люкс египетский. Да, мы говорим чисто про египетский. И вообще с Турцией это вообще никаким образом невозможно сравнивать эти отели. Ну, территория, смотрите, из того, что первое я увидел. Она, в принципе, ухоженная. Хотя местами видно желтые листики, которых требуется уже все-таки поубирать. Что-то прощелкал у нас этот персонал, момент этот. Ну, газоны подстрижены, более-менее зеленые. То есть местами видно есть выгоревшие участки. Но опять, это Египет. Тут нереальная температура, поэтому, естественно, как бы местами может такое встречаться. Но остальное, как бы, смотрите, пальмы красивые. Несколько их видов. Есть и другие деревья. Тоже зеленые, с цветочками. Но как-то пока что я не вижу. Вот такой вот, если в других отелях я захожу вот сразу на территорию, и там вал просто от зелени, вал. Тут у меня такого чувства нет. Пока что. Я не знаю, я думаю, мы где-то еще пройдемся по территории. Это мы только зашли. В принципе, территория такая вытянутая от моря. Поэтому, кстати, от некоторых корпусов до моря идти далеко. Потому что нужно пройти территорию отеля Новотель Пальм, пятая линия. Извините. Новотель Пальм, вторая линия. И потом пройти через территорию первой линии. Она, кстати, не сильно такая длинная. И тогда вы попадаете на пляж. В общем, пойдемте посмотрим, что еще здесь есть на территории. Так, ребят, вот нас. Вы не видите, конечно, здесь бар у нас. Но там за этим баром есть еще один бассейн. Если будет время, то я пройдусь и к этому бассейну, и покажу вам, как он выглядит. Так, идем дальше гулять по территории. Смотреть, как выглядит территория. Наверное, посмотрим еще в номер. Я думаю, нам обязательно его покажут. И я вам тоже его постараюсь показать. Состояние номера. Хотя, в принципе, как бы, по отзывам моих туристов, все-таки здесь есть номера в лучшем состоянии. И номера в таком уже, как бы, не очень хорошем состоянии. Но, опять, сейчас мы все узнаем. Может, что-то уже обновилось. Потому что в Наму обычно ездят у нас туристы. Именно зимой давно уже в этом отеле не было туристов. В 2019 году. В общем, сейчас мы все посмотрим и узнаем. Так, и вот наш санузел. Ну, смотрите, видно, что все в возрасте. Особенно вот рамочка вот слизи зеркала. Но есть косметика, фенового образа, чистый душ и отдельный туалет. Ну, и сам номер, то есть комната с кроватью. Большая двуспальная кровать. Это номер категории Family. Видно вот эта вот деревянная часть кровати старенькая. Ну, такой вот уголок. Старенький диванчик. Ну, плазма. И вид на территорию отеля с бассейном. Тут у нас пара шезлонгов, пара стулов и столик. Дальше, насчет пляжа. Всю подробную информацию я вам расскажу и покажу в другом моем видео. Это будет обзор отеля NovoTel Beach 5 звезд. Потому что гости обоих отелей пользуются одним и тем же пляжем. Так что обязательно смотрите мое следующее видео. И тогда вы увидите все нюансы и детали по пляжу, которым пользуется данный отель. Так, ребят, ну что, показал я вам, что успел по территории отеля NovoTel Beach 5 звезд. Ну, давайте я иду сейчас на выход. Расскажу вам, в принципе, свое мнение. Значит, ну, территория нормальная. Ребят, нормальная, в принципе, зеленая территория, более-менее все здесь ухоженно и красиво. Вот. Дальше. В принципе, то, что я вам и говорил, самая такая вот жирная точечка в этом отеле, это номерной фонд. Туристы мне говорили, что есть номера лучше, есть номера хуже. В общем, я не знаю, нам показали, хуже или лучше. Ну, просто в нем видно, что оно все такое вот немножко старенькое. Но, ребят, давайте так разберем. Значит, может быть немножко старенькое, но зато отель находится в самом теплом месте. Для зимы это просто супер. Вот теплее разве что может быть Шарм-эль-Майя, бухта, там один отель, и то так себе. Вот. Зато здесь классная активность за территорией отеля. Дальше. До моря перейти всего лишь нужно дорогу. Кстати, вот сейчас я показываю вам дорогу. Вернее, как выглядит дорога, которую нужно перейти от отеля. Новотель Пальм, Новотель Бич. Вот оно. Собственно говоря, проходим первую линию, и мы на пляже Nama Bay, на самом, значит, таком вот песчаном пляже, на самом теплом пляже, ребят. То есть, однозначно, это как бы большой плюс. Собственно говоря, как бы есть плюсы и минусы. Отдыхать можно, только с пониманием, ребят. И тогда у вас будет все отлично. В общем, если вы отдыхали, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, когда вы отдыхали, зимой, летом, весной, осенью. Что вам понравилось, что не понравилось, как вам было по питанию, обязательно все напишите. Если есть вопросы, задавайте. Постараюсь что-то ответить. Подписывайтесь на канал. Подписаться кнопочка внизу под этим видео. Жмите на колокольчик, смотрите видео. И тогда все ваши путешествия будут только с положительными впечатлениями. До новых встреч, друзья. Пока-пока.